Вопрос у меня такой. Основное направление международного сотрудничества в Омске области в ближайшие 2-3 года, хотя бы в 5, если это маленький срок, и как попасть к вам на прием? Попасть на молодежный форум РИД. Потом уже на прием. Владимир Борисович, человек, который курирует внутреннюю политику здесь, возьмет данные, мы тогда посмотрим возможность встречи. Значит, коллеги, сразу скажу, по международной деятельности. Тема, которая одна из ключевых сегодня, и нам ее надо развивать. Так, вроде мы на одном этапе у нас международное сотрудничество с соседями, с Казахстаном, с северными областями достаточно активно ведется. Там, не важно, в сфере культуры, образования, бизнеса, это и есть. Буквально недавно мы делегацией вернулись из Петропавловска, из северно-казахстанской области, Аким, и приезжает в ближайшее время к нам в августе. То есть, такой обмен ведется. Значит, на мой взгляд, мы должны расширять сегодня географию отношений. В первую очередь, если брать с точки зрения экономики, да и будущей, наверное, социальной жизни, это Китай, так, где только официальный миллиард 300 миллионов граждан. А нас с вами сколько в России-то? 144, 145, 149. Ладно, договоримся на 147. При том, миллиарде 300. Безусловно, надо. Для нас это колоссальный рынок потребления нашей продукции, начиная с продукции машиностроительных заводов, заканчивая предприятиями аграрного сектора. Так, поэтому мы планируем сегодня в рамках и как раз разрабатывая стратегию социально-экономического развития, которая будет до конца года утверждена в области, мы до 2024 года и тут же до 2030 закладываем стратегию развития международных отношений. Здесь надо прописывать планы по выставкам, раз, дальше. Мне кажется, в первую очередь, надо начинать по обмену молодежью в образовательной сфере, культурной, спортивной, неважно, как с казахами работаем, так же надо двигаться в другие страны. Так, мне кажется, для нас интересно, может быть такая страна, как Иран, Азербайджан, Турция, это вот все эти наши партнеры. И Япония. Япония страна чудес. Вот не поверьте, я три раза был там по своим международным вопросам. Это, конечно, удивительная страна. Страна, в которой нет никакого сырья, ни газа, ни нефти, ни железной руды. В стране, где фактически нет земли для проживания, производит сегодня лучшую, я не знаю, машиностроительную технику в мире, имеет сегодня современные технологии в радиоэлектронике, в других сферах. Это, конечно, у японцев есть чему учиться и есть о чем нам с ними поговорить. Поэтому здесь, если есть у вас какое-то свое видение, давайте в общий стратегический план нашей области. Популярность футбола у нас в стране резко повысилась. Наши местные власти как-то на это отреагируют. Будет какое-то дополнительное развитие футбола у нас? Повысилась я это заметил, потому что у меня пацан теперь по квартире бегает только с мячом. Но здесь у нас Ертыш, по школам сейчас отдельно скажет Дмитрий Аганесович. Нам, безусловно, необходим стадион с большим количеством зрительских мест, чтобы можно было проводить популяризацию того же футбола. Чтобы была площадка для игры. Нам в ближайшее время приезжает вице-премьер Мутко, который в прошлом курировал спорт. Мы как раз эту тему с ним планируем обсуждать по строительству летнего стадиона, по футболу точнее. Прошу, Дмитрий. Мне еще хотелось бы добавить, что чемпионат мира, как большое такое спортивное международное событие, имеет после себя, так скажем, программу наследия. Каждый чемпионат мира, проходящий в стране. И который затрагивает не только те города, в которых проходил непосредственно чемпионат мира, но и города-миллионники этой страны. И вот сейчас, как раз, буквально 20 июля, президент, когда благодарил волонтеров, которые работали на чемпионате мира в Калининграде, это было событие, как раз обсуждался вот этот вопрос распределения финансов после наследия, финансов FIFA в плане наследия. Я думаю, что мы выстроим свою позицию именно так, что тоже будем претендовать на определенные финансовые средства для того, чтобы сделать какой-то хороший, серьезный инфраструктурный шаг в развитии футбола в городе Омске и Омской области. Вы в этом году поприсутствовали на нашем Сабантую. Спасибо вам прежде всего, что вы посетили нас. У нас родилась идея, то есть по всей России проходит федеральный Сабантуй, что помогает привлечь инвестиции в регион, то есть приезжают главы Татарстана, Башкортостана, то есть непосредственно в тот субъект Федерации. То есть также приезжают более двух тысяч гостей на федеральный Сабантуй, что поможет привлечь инвестиции в Омск прежде всего и также повысить именно культурную организацию данного мероприятия и вообще туристическую ценность нашей области. То есть именно, то есть возможно ли такое? Я вас услышал, надо срочно подавать заявку, да? Спасибо. Я думаю, что люди, сидящие в первом ряду, мои коллеги не будут возражать, потому что практика проведения Сабантуй в межрегиональных, она у нас достаточно уже сильная и в Тевризе, которая была в Сабантуй, прошедшей не так давно, тоже показала большой интерес людей с разных регионов, не только внутри одной Омской области. Поэтому здесь поддерживаем, готовы. У меня вопрос по ипотечному кредитованию молодых семей. Очень высокий процент у нас. Есть ли возможность на уровне региона? Нам ответили в банке, что понизить процент для нашего региона просто невозможно. Значит, ОРИК – областная организация, которая привлекает деньги СЖК. Мы дали им в этом году 365 миллионов, чтобы компенсировать разницу между банковской ставкой по кредиту, по ипотечному. И мы можем гарантировать от 6, максимум до 6,5% годовая ставка. Так, это сегодня работает. Приходите, там еще есть возможность, участвуйте. Вы упоминали, что несколько раз избирались в Государственную Думу. Я хотела бы спросить, какие вы выдвигали законотворческие проекты и были ли среди них по развитию промышленности Омской области? К примеру, закон о национализации имущества у неэффективных собственников. Ну, а самый главный, ключевой момент, за что мы бились несколько лет, там два года с лишним, это минимальный социальный стандарт. У нас, к сожалению, происходит перекос финансирования регионов. И вы, как люди, которые сегодня пользуются интернетом, самолетом или машиной, знаете, одни регионы живут более богато, к примеру, та же Казань, то, что Алими рассказала, Москва, Санкт-Петербург, другие живут более бедно. Так вот, у некоторых регионов не хватает даже средств, в числе у нас, на выполнение своих прямых обязательств по содержанию школ, больниц, детских садов. И вот для этого, мы говорили, необходимо введение тех минимальных стандартов, которые будут гарантировать финансирование всех образовательных, социальных, медицинских тем, исходя из численности проживающих в регионе. Но, к сожалению, на тот момент товарищ Кудрин, будучи министром финансов, выступил основным противником, и закон о минимальных социальных стандартах не прошел. Но, тем не менее, это тоже была тема важная и касаемо развития любой промышленности. Если этого нет, то и не будет. Сегодня Омская область по поддержке промышленности имеет уже ряд преференций. Мы в этом году, первое, для бизнеса приняли постановление об упрощенной системе ввода инженерных объектов. Пытались последние три года сделать, но не смогли. Дальше мы дали сегодня льготы нашим кластерам, агробиотехнологическому кластеру, дали нефтехимическому. А для всех предприятий машиностроения мы дали льготу, точнее, дали 0% на движимое имущество. Это включая станки, оборудование, технику, для того, чтобы они смогли провести техперевооружение. Это то, что мы сегодня в Омской области делаем, сообща с депутатами ЗАГСа в ранее и с правительством. Будет ли ритм 2019? Благодаря Александру Ильичу, его первое, одно из самых первых решений в ноябре 2017 года было возродить ритм. За что мне хотелось, чтобы все сказали хорошие, добрые слова. Редактор субтитров А.Семкин